МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Садитесь. Мы начинаем нашу работу. И сегодня перед нами выступит Шамиль Абдулин с очень увлекательной лекцией. Посмотрите на экране. Как мне научиться легко запоминать и пересказывать прочитанное. Я приглашаю сейчас на сцену Шамиля Абдулина. Давайте поприветствуем его. Ребят, слышно меня? Поднимите руку правую, кому меня отлично слышно. Замечательно. Зовут меня Шамиль Ахмадуллин. Я основатель и руководитель школ детского скорочтения. Автор нескольких книжек по детскому скорочтению. Смотрите, формат у нас такой. Мы будем лучше запоминать. У кого плохая память? Кто хочет натренировать свою память и легко учить стишки и запоминать все, что угодно? Поднимите руку. Отлично. Отлично. Вы здесь собрались абсолютно разного возраста. От 8 до 14 лет. И я вам покажу те упражнения, которые будут полезны обоим всем возрастам. Итак, вытяньте руки перед собой. Вытяньте руки перед собой. И немножко потренируемся, чтобы наш мозг потренировать. Смотрите, правой рукой покажите. Yes. Хорошо. А теперь левой рукой нужно выпрямить ладонь. А большой палец опустить вниз. Получается? У всех получилось? А теперь быстро поменяйте. Ваш мозг тренируется сейчас сильнее, чем когда вы решаете сложные задачи по математике. Давайте еще одно упражнение. Смотрите. Возьмите правую руку свою. Поднимите ее. Большой палец соединяется с указательным. И на левой руке большой палец с указательным. И быстро переберите. Поднимите руки, у кого получается. Отлично. Теперь посложнее. На правой руке большой палец с указательным. На левой руке большой палец с мизинцем. И в обратном порядке. Получается? Замечательно. Смотрите. Если вы будете во время того, как делаете уроки, тренировать эти упражнения каждые 20 минут, уроки у вас будут делаться намного легче. Есть куча таких упражнений. Мы потренируемся чуть позже. Запомнили? Замечательно. Теперь давайте посмотрим, насколько хороша ваша память. Насколько ваша память хороша. Я сейчас вам продиктую 10 слов. Вам нужно будет их запоминать. Запоминаем, как хотим. А потом проверим, насколько хорошо вы их запомнили. Договорились? Замечательно. Итак, первое слово «слово». Второе слово «рубашка». Третье слово «компот». Четвертое слово «автомобиль». Пятое слово «телефон». Шестое слово «арбуз». Седьмое слово «дверь». Восьмое слово «улитка». Девятое слово «добро». И десятое слово «простой слон». Замечательно. Запомнили? Ну кто-то запомнил, кто-то не запомнил. Да, давайте проверим. Какое первое слово было? Слово. Замечательно. Второе слово «второе». Молодцы. Третье слово «второе». Ага. Четвертое. Вот уже путаемся, да? Пятое слово «второе». Шестое слово «второе». Тихо, 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 тихо. Уже путаемся, ничего страшного. Арбуз был, следующее слово. Следующее слово «второе». Молодцы. Дальше. Улитка. У кого-то добро, у кого-то улитка. В действительности улитка. Добро. И слон. Смотрите. Теперь я вам покажу, как легко запоминать последовательности. Ну, это просто упражнение, да? В реальной жизни вам мало где требуются какие-то несвязанные слова запоминать. Это просто упражнение, чтобы вашу память потренировать и показать, как легко вам запоминать. Так можно запоминать и тексты, которые вам задают пересказывать, да? И по математике какую-то информацию, и в большинстве из вас вам 8, 9, 10 лет, и кучу предметов, которые у вас появятся в более старшем возрасте. Биологию, химию, физику. Все то, что считается тяжелым. Смотрите. Видите, первое слово – это слово. Чтобы вообще запоминать, нужно включить то, что у вас развито намного лучше, чем у взрослых. Давайте угадаем, что это. Воображение. Да, я слышу ответ. Отлично. Воображение. Смотрите. Первое слово – это слово, да? Вот закройте сейчас глаза. Все закройте глаза и слушайте меня внимательно. Представьте, как большими буквами, пластмассовыми, написано слово «слово». Белыми буквами написано. Теперь представьте, что на букву «С» этого слова надета рубашка. Надета рубашка. Какую-нибудь красную рубашку наденьте. Замечательно. Теперь на эту рубашку надетую поставьте стакан с компотом. Замечательно. Теперь представьте, что в это большое слово, где стоит на букву «С» надета рубашка, а на которой стоит стакан с компотом, врезается машина. Врезается машина. А сверху на машине лежит такой огромный телефон. Такой айфон огромный-огромный. А у айфона чехол цвета, как арбуз. У айфона такой чехол, как арбуз. Представляете? Замечательно. А внутри этого чехла, точнее снаружи, можно открыть дверь. Дверь открывается. И из этой двери выползает улитка. Огромная улитка выползает. Улитка добрая очень, она улыбается. Это слово «добро». А вслед за улиткой, толкая ее вперед, выползает огромный слон. Открываем глаза. Легче запомнилось? Нет, теперь мы потренируемся, как вы это усвоили. Вопросы потом, хорошо? Чуть позже. Теперь будет новая последовательность слов. Попробуем ее запомнить историей. Договорились? Перед тем, как запомним, вспомним наше упражнение. Правая рука так. Левая так. И теперь меняем местами. Лучше получается. Все делаем. Смотрите, очень важная вещь. Когда у вас не получается, когда вы обучаетесь, это максимально полезно для вашего мозга. После того, как вы 20-30 секунд поделали различные такие упражнения, у вас мозг 2-3 минуты в состоянии сверхобучаемости. Вы можете быстренько поучить таблицу умножения или прочитать текст, и он запомнится намного лучше. Итак, у нас новая последовательность слов. Закрытыми глазами будете делать или открытыми? Давайте закрытыми. Давайте договоримся так. Кто хочет закрытыми, кто хочет открытыми. Первое слово солнце. Я не буду подсказывать. Вы строите свою картинку, свою сказку сами. Запомните только главное правило. Чем более необычная эта сказка, это ваше воображение, вы можете в нем делать все, что угодно. Чем более необычная, тем лучше запоминается. Главное, чтобы образы были крупными и яркими. Первое слово солнце. Второе слово картофель. Третье слово утюг. Четвертое слово пылесос. Пятое слово учебник. Шестое слово куртка. Восьмое слово компьютер. Девятое слово диван. И десятое слово рыба. Открываем глаза те, у кого они были закрыты. Получилось представить историю? Замечательно. Замечательно. Какое первое слово было? Второе. Третье. Четвертое. Пятое. Тихо, 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 тихо. Учебник, да. Вы кричите все одно и то же. Я не знаю, зачем перебиваете друг друга. Дальше. Куртка. Потом. Компьютер. Девятое. Диван. Десят. Как легче запоминать? Просто так или историей? Историей. Смотрите. Вы можете так запоминать все, что угодно. Все, что угодно. Когда вам нужно, например, по литературе или по чтению у кого что, запоминать какие-то большие истории и пересказывать. Вам нужно представлять эту картинку, чем ярче, тем лучше, чем необычнее, тем лучше. И запоминать эту картинку. Теперь, если у кого-то есть вопросы, можете мне их задать. Не стесняйся, спрашивай. А почему вот некоторым легче так запоминать, а мне по-другому? А тебе как? Мне просто так легче запоминать. В действительности просто так не легче. Ты какую-то операцию в голове все равно делаешь, просто не понимаешь, какую. А как можно легче в татарском языке запоминать? Отличный вопрос. Молодец. Смотрите. Татарский, английский, ну все, что ваш немецкий, да. Это языки, которые у вас неродные или вроде как родные, но вы их плохо знаете, да. Там нужно запоминать созвучие. Сейчас пример хороший приведу. Давайте по английскому. Поднимите руки, у кого английский, иностранный язык, который вы проходите. Замечательно. Какое слово запомним? Ну, давайте... Тихо, тихо. Давайте договоримся, когда я поднимаю так руку, вы тоже поднимаете руку и успокаиваетесь. Хорошо? Договорились? Замечательно. Давайте простые слова. Например, cat. Оно... Как звучит? Cat, да? Созвучно с нашим котом? Cat, кот. Созвучно. То есть легко запомнить, что звучит почти как кот, но cat. Давайте другое слово. Table. Вот я услышал слово. Table, да? Смотрите, table у меня созвучно со словом таблетка. Table, таблетка. Представляем большой стол, на котором лежит огромная такая таблетка. Когда вы представили этот стол, стол с таблеткой, таблетка table созвучно? Иностранные слова, которые не знакомы, лучше запоминать вот так. Понятненько? Давайте последнее слово разберем. Замечательно. Давайте посложнее слово я сам придумаю. Understand. Поднимите руки, кто знает слово understand. Почему-то на первых рядах половина... А, двое только поднимаю. Итак, английское слово understand – это глагол, означающий понимать. С чем у вас understand по звучанию ассоциируется? Поднимите руки, у кого появилась яркая ассоциация. Модераторы, подойдите, пожалуйста, вот к девушке. Антенна. Антенна. Замечательно. Смотрите, нам нужно смысловое значение понимать, связать с созвучным значением. Understand – антенна. Поднимите руки, у кого созвучно похоже understand на антенну. У меня не очень похоже, но если хотите, давайте придумаем. Итак, understand – антенна. Представляем собой на телевизоре такую большую антенну. Видел кто-нибудь у бабушек, у дедушек на старинных телевизорах такие антенны, такие рогами? Видели? Поднимите руку, кто видел. Все видели, замечательно. Итак, представляете, на таком старинном телевизоре, тетенька что-то говорит, а вы не понимаете. Что-то на английском говорит, а вы не понимаете. А почему не понимаете? Потому что телевизор плохо показывает. Вам нужно антенну подвигать. Антенну вам нужно подвигать, и телевизор начинает хорошо показывать, и вы понимаете. Понятно, как запоминать? Смотрите, это занимает у вас, как вы натренируетесь так делать, будет занимать 2-3 минуты. Зато слово запомнится навсегда. А не… В общем, зазубривание очень плохо. Кто неправильные глаголы в школе учит? Кто, да, по-английскому, кто неправильные глаголы в школе учит? Ну, вы еще не начали. Вот в большинстве в школе неправильные глаголы учат в 5-м классе, в 6-м классе, в 7-м классе, и так до 11-го. Учат одни и те же неправильные глаголы, в итоге ничто не выучивают. Так вам нужно 2-3, максимум 5 минут в начале, потом у вас образы будут появляться очень легко и просто. Ладно, давайте еще поиграем. Пока не смотрите на экран. Сейчас я объясню, что это за упражнение. Вы сможете его сами в интернете потом найти. Особенно родители можете детям находить, распечатывать или с экрана делать. Оно тоже невероятно полезно, если одну таблицу в день делать. В Японии недавно исследование было, если ребенку 10-12 лет давать одну таблицу в день, его успеваемость у контрольной группы где-то на 20-22% вырастала. Смотрите, сейчас вам громко, вслух, нужно будет называть цвета, которым написан текст. Запомнили? Нужно называть цвета, которым написан текст. Максимально быстро. Поехали, вслух. Стоп, 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 стоп. Надо сказать не желтый, а зеленый. Слово «желтый» написано зеленым цветом. Вам громко нужно называть цвет. Понятно? Поднимите руки, кто сделал. Молодцы. Поднимите руки, кто хоть раз ошибся. Честно, честно поднимаем руки, кто ошибся. Почему вы ошиблись? Давайте попробуем объяснить. Поднимите руки, кто понял, почему вы ошибались. Потому что написан один цвет, а написан он другим цветом. Правильно. Смотрите, когда вы читаете слово «желтый», просто слово «желтый», да? У вас какой цвет в мозгу? Какая ассоциация появляется? Желтого цвета. А вам нужно сказать слово «зеленый». Вам нужно сказать слово «зеленый», поэтому ваш мозг в шоке немножко. Он не понимает, что ему в действительности делать и очень сильно тренируется. Это упражнение называется струб-тест. Вы можете в интернете... Кто в интернете сам лазает через телефон? Все лазают, да. Можно написать в струб-тест, в картинках, в гугле или в яндексе найти и быстро поделать. А теперь еще раз потренируемся с руками. Вы должны научиться уже очень хорошо это делать. И меняем быстренько. Поднимите руки, у кого хорошо получается. Замечательно. И теперь сложную. Называется упражнение «бусинка». Большой палец левой руки с мизинцем, большой палец правой руки с указательным. И меняем местами. Ну, потренируйтесь дома. Я уверен, что если вы 10 минут медленно потренируетесь, то у вас получится. Давайте покажу быстренько, что сделать, чтобы получилось. Закройте глаза. Поставьте пальцы так, как нужно. Закройте глаза. Когда вы закрываете глаза, у вас поток информации в мозг уменьшается. Теперь сконцентрируйтесь на ваших руках. И медленно меняйте пальцы. Лучше получается? Но у них получается лучше, чем у родителей. Я внимательно за родителями смотрю, как они это делают. Да, у детей мозг лучше работает, пока не атрофирован. Замечательно. У нас осталось буквально 3 минутки. И можете поднимать руки и задавать те вопросы по памяти, запоминанию. Так, пожалуйста, модераторы, будьте внимательны. А модераторы, да, подходите к тем, кто руки тянут. Вот бордовый микрофон. А почему некоторые люди сразу прочитывают, не запоминают и сразу могут рассказать весь текст? У некоторых людей, в основном, смотрите, это не природное качество, это выработанное качество. У всех достаточно успешных людей этот навык выработан. Ну, называется скорочтение, быстро читать, да, и запоминать. То есть у них в голове очень быстро складывается последовательность образов, как мы тренировались, да. У них появляется история. История яркая, и они сразу же ее могут пересказать. Запомните навсегда. Образы запоминаются надолго, иногда навсегда. Когда вы зубрите, это ничего хорошего. Во-первых, вы тратите кучу времени на это. Во-вторых, у вас на следующий день забудется. Рассказываю, как мозг лучше запоминает. Когда вам нужно пересказать параграф, да, вы представили образами. В первый раз нужно повторить через 20 минут после того, как... Можете прям засечь время. Через 20 минут после того, как пересказали, да, попробуйте пересказать еще раз. Еще раз перескажите через 20 минут. Если что-то забыли, откройте, вспомните. И на следующее утро. Перед сном не надо. Перед сном не надо. На следующее утро еще раз повторите, перескажите сами. Главное не смотреть в текст, главное пересказывать самим, если про пересказ идет речь. Вот еще у нас вопрос. Оранжевый микрофон, пожалуйста. А почему у некоторых запоминается лучше, а у других хуже? Смотри, все люди разные. Вот некоторые мальчики могут поднять штангу 100 килограмм, а некоторые и 30 не могут. Все разные, но смотрите, вы, вам большой совет в учебе и вообще в жизни, да, вы не должны смотреть на других, вы должны смотреть на свой прогресс. То есть вот если у вас первого раза получилось три слова запомнить или четыре, а истории получилось там восемь запомнить, вы молодцы или нет? Молодцы, потому что у вас прогресс. Смотрите на, никогда не смотрите, как у других получается. Делайте все сами и смотрите на ваш прогресс. Если у вас получилось лучше, чем до этого, то вы молодец. Спасибо. Серый микрофон. А вот почему у меня по литературному чтению, когда мы сразу в классе читаем, я сразу запоминаю, а по окружающему нет? Что? Почему по окружающему миру она плохо запоминает, а по чтению лучше? Я думаю, проблем в учителя, в учительнице по литературе и по окружающему миру. Смотри, литературные тексты лучше запоминать, да? Когда тебе мама в детстве или папа или бабушка сказкой читала, ты представляла картинку, например, про колобка, да? Как он катится, как он зайца встречает, потом волка, потом в лесу. Окружающий мир тоже надо так же представлять. Не представляй таблицы, ты никогда не выучишь слова. Любое определение по любому предмету, вам никогда не нужно учить определение Е, так как это написано в книге. Нужно просто понять для себя, вот для меня минерал это камень какой-то. Они бывают разные. У вас в голове должен быть образ, как выглядит для вас минерал. Как только вы поняли сами, все нужно понимать, никогда не нужно ничего учить. А можно ли запомнить таблицу умножения, когда историю составляешь? Таблицу умножения, вот у меня через два месяца выходит как раз книжка по таблице умножения, как ее запоминать, да? Таблицу умножения и математику с историями не надо делать. Таблицу умножения запоминается следующим образом. Таблицу умножения не нужно учить, ее нужно понимать. Что такое умножение? Смотрите, что значит умножить 4 на 3? Это значит 4, например, 4 яблока взять 3 раза, правильно? Либо 3 раза взять по 4 яблока, либо 4 раза взять по 3 яблока. В начале нужно просто уметь быстро складывать. Надо понимать, что это сложение Е. Вот, подождите 2 месяца. Есть способ, как, например, пальчиками таблицу умножения с 5, начиная выучить. А как это получается, когда мы закрываем глаза, легче, ну, запоминается? Объясняю. Как вы думаете, сколько процентов информации из окружающего мира через глаза вы получаете? Сколько? Кто знает, что такое процент? Хорошо. Сколько процентов информации из окружающего мира вы глазами получаете? 80% информации вы получаете из окружающего мира. И когда у вас глаза открыты, вы отвлекаетесь. То есть вот муха пролетела, да? Сосед телефон достал, у него в кармане звенит. Мама там что-то впереди вас делает. Я как-то смешно руку держу, да? Вы отвлекаетесь. Потому что ваши глаза постоянно ищут, что необычного в мире происходит. Так они устроены. Когда вы глаза закрываете, у вас этот поток информации что делает? Прекращается. Правильно. То есть вы концентрируетесь на том, что делаете, например, на запоминании, и получается легче запомнить. Учить намного лучше закрытыми глазами. Понятненько? Итак, спасибо вам за внимание. Я надеюсь, что вы будете повторять те упражнения, которые мы прошли. Давайте еще раз. Чтоб идеально получалось. Замечательно. Все, спасибо за внимание. Давайте, пока-пока. Давайте поаплодируем Шамиле Тагировичу. Редактор субтитров А.Семкин